Ну и сегодня хотелось бы начать, пожалуй, наверное, с котировки доллар-иена. Соответственно, если смотреть долгосрочную перспективу, начнем с дневного графика. Дневной график у нас с вами сформировал паттерн данный, паттерн уносит бычий характер. С точки зрения волнового движения данный зигзаг у нас, двойной зигзаг в составе второй волны. И, соответственно, сейчас у нас ожидается рост в составе более крупной третьей волны. Цели по-прежнему находятся на отметке, ближайшая отметка 123.956. Если смотреть более мелкий таймфрейм, что у нас еще есть. При этом на четырех часах у нас с вами сформировался паттерн. Данный паттерн носит медвежий характер, что, собственно говоря, наводит такое замешательство. При этом данная область у нас является уровнем поддержки. То есть было у нас сопротивление, стало у нас поддержкой. Ключевой уровень 109.559 является критическим уровнем поддержки. Если смотреть еще меньше краткосрочно, то у нас получается следующая ситуация. Если мы пойдем на часовой график. На часовом графике у нас также сформировался паттерн. Данный паттерн носит медвежий характер. Поэтому возможно коррекционное снижение. Но вот здесь, похоже, у нас была 1.2. И сейчас у нас идет первая в составе более крупной волны 3. Ближайший уровень поддержки находится на отметке 109.613. 108.737. Если покупать отсюда, да, по времени, вот что. А по времени у нас... Так, по времени у нас еще как минимум 5 дней роста. Соответственно, ближайшие цели для роста находятся на отметке 113. 113.113.20. И дальше пошли на 115.566. Ну, если покупать сейчас... Бай. Плюс у нас на дневном графике есть пинг-бар. Три дня назад появился. Ближайший уровень поддержки 110.636. Недельный. Недельный уже приблизит. Ну, соответственно, стоп за 109.565. Профит. Так, 113. 118. Ближайший уровень поддержки 112.964. Это что касается у нас котировки доллар-иена. Посмотрим евро-доллар. Где он у нас? Соответственно, с евро-долларом по-прежнему пока что предположительный вариант у нас с вами формирования. Завершение формирования перевернутой голой плечи на часовом графике, что, соответственно, предполагает дальнейшее возобновление роста. Ну и критический уровень ближайший у нас находится на отметке 1.19863. Пробой закреплений 1.19863. Пойдем, скорее всего, на 1.22. Так, если здесь треугольник. И BC есть. Соответственно, все это есть лишь четвертая волна. И нам в любом случае еще нужно сделать один заход наверх. Тейк-профит на 1.22.20. Так, людей. При этом стоп короткий. Стоп короткий на отметку 1.19. Ровно. Профит на 1.22 можно ровно. Так, что еще? Так, дориеновый евро-доллар. Фунт, 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 фунт. Фунт. ABC. Так. Так. Соответственно, по фунту у нас с вами ключевой уровень поддержки находится на отметке 1.3330. Также возможно снижение к уровню 1.34 и возобновление роста. Также возобновление роста может произойти от текущих уровней в составе более крупной волны 5. Цель у нас находится наверху. Профит на 1.36.840. И стоп на 1.33.746. Это что касается фунта. Так как напомню, что у нас с вами вот этот гэпчик мы его еще не перекрыли. Даже наверно мы сделаем все-таки 1.37491 ближайший будет для фунта. 4 часа желания наверх пойти. При этом часовой график у нас с вами сформировался паттерн. Паттерн носит медвежий характер и соответственно снижение возможно от текущих целей. Будем тестировать еще раз отметку 1.20. Я думаю, если здесь 4. 1.2.3.4. И еще один заход. Куда? 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 1.18.943. 1.18.943. 1.18.943. 1.18.943. 1.18.943. 1.18.943. 1.18.943. 1.18.943. 1.18.943. 4 часа. 4 часа. Тут треугольник. Тут треугольник. Да. Все-таки, наверное, мы пойдем даже ниже. 1.15. 1.15. Пожалуй. 1.15. 1.15. 1.15. Так. Стоп. Так. Сделаем профит. 1.15. 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 2.15. по доллару франку по-прежнему считаю что нас с вами ждет по крайней мере еще одно восходящее движение как минимум где-то в район до 9770 если смотреть на данном уровне находимся на уровне поддержки поэтому все-таки считаю что у нас возможен вариант разворота по котировке доллар франк ближайшие цели для профита находится на отметке 07 097 554 то есть предыдущая власть сильная власть сопротивление при этом дневной график у нас с вами паттерн бычий 4 часа паттерн бычий плюс сейчас данном случае появляется пин бар числовый график то же самое паттерн бычий плюс фибоначи 618 процентов я думаю что по франку будет у нас рост составе волны c в треугольнике и это может быть лишь только четвертая волна австралийцем похоже что ситуация у нас 12 сейчас идет снижение составе более крупной волны 3 соответственно данное снижение должно приблизительно остановиться на отметке 078 600 даже можно 078 663 соответственно стоп лосс в данном случае короткий но желательно за уровень на 080 30 профит на 078 600 078 700 где-то в эту полу гость что здесь на нем есть еще дневной паттерн медвежий недели недели находимся на поддержке да если поменьше 1 2 1 2 до снижение состоит более крупном третий лом по строительству так астралийцена ближайший уровень поддержки по строительству и не находится на отметке 88 556 считая что здесь у нас с вами идет коррекционное снижение и и си и нас ждет рост составе более крупной 5 главный бой стоп лосс так сейчас здесь посмотрим стоп лосс на 88 желательно рома профит куда поставим 90 200 90 330 пробое закрепление данных уровня уровень отправить австралийский доллар и на отметку 93 данный рост будет составить 5 3 и 5 соответственно профит можно вот не жальничать на 90 100 6 на 90 100 96 евро доллар да уже посмотрели евро доллар рост евро доллар рост на 1 22 фунт и раз ключевой уровень поддержки 150 105 пробой закрепления 150 105 пойдет на 148 347 148 347 не должен быть нарушен так как здесь идет 1 234 и нас ждет еще рост составе 5 волны и данная 5 будет лишь чтобы составить более крупной крупный третий соответственно цели у нас находится ближайшие на 153 30 новый ордер бай 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 100 за первую 148 ровно 147 940 153 скорее всего 154 треугольничек с треугольничка выходим и ближайшие 155 360 так период недели да при этом цели у нас находится наверху первый уровень 156 149 пробой закрепления 156 149 пойдем на 160 262 и конечная остановка будет 171 так ну ближайший я думаю мы возьмем так неделя посмотрим по ночи 161 08 261 08 361 08 153 985 будет первая 153 40 153 40 золото да сейчас золото посмотрим так что еще фунт и иена мы разобрали евро и 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 набор лопа так украине просто Пробой закрепления 135-20, подбел на 136-40. Вот этот уровень мне должны взять. 1, 2, сейчас 3, добавить 100, 131.80. Профит. 136.475. 627. 236. 135. 555. Вот так вот сделаем. Еврофранк. Продолжение восходящей тенденции. Ключевой уровень. Ближайшее сопротивление уже нарушаем. Находится он на отметке 1.15. 1.15. Соответственно, здесь предпочтение покупать. Что мы еще здесь видим? Что здесь мы еще имеем? 1.15. На 1.16.20. Профит. даже можем подрасти до отметки 1.17.422. Здесь продолжение восходящей тенденции. Еврофранк. Тогда еврофунт. Еврофунт. Еврофранк. Дивергенции. 30.15. 1.15. 1.15. 2.15. 3.15. 4.15. Ну и соответственно продолжение снижения. Ключевой уровень находится в уровне сопротивления 0.88. 0.880. А профит 0.8720. Так 0.88. 0.88. 0.88. 0.88. 0.88. 0.88. 0.88. Профит на 0.870.96 Так, золото. Золото, золото, золото. А, Новозеландец еще пропустили, да? Новозеландец. Новозеландец. Здесь 1.2. Sell Stop короткий на отметку 0.73.888. На отметку 0.74. Данный рост считаю коррекционным. И, соответственно, нас ждет дальнейшее снижение. Цели будут у нас в данном случае внизу. Профит на 0.69.070. Если это ABC, то это трехволновка. Фаттерн вычей. В данный момент находимся в зиму. снижение сопротивления. Что тут еще есть? Раз, два, три, четыре, пять. Похоже, что здесь уже назревает разворот. И здесь, как вариант, может быть головой отречи. по КСЛ. Так, золото, золото. Фунт рост. Фунт рост. 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 Фунт рост. Золото. Фунт рост. По рублю тоже можно. По рублю. Считаю, что мы закончили данное коррекционное снижение. И, соответственно, нас ждет рост. Циклы уже везде развернулись. Как на дневных. Так и на недельных графиках. на текущую неделю на месяце семьсот восемь шесть что может и являться коррекционной второй волной и соответственно нас ждет выброс наверх цели должны находиться выше плюс четыре часа у нас паттерн данный паттер носит бычий характер первая цель будет по семьдесят один стоп данном случае на все 630 профит на 71 золото интересно соответственно по золоту как вариант нас ждет с вами продолжение снижения 1200 1297 ближайшие 1300 потом 1292 и потом на 1266 что это будет возможно это коррекционное снижение и пока что здесь я бы подождал что тут будет происходить как вариант мы можем уже закончить восходящую тенденцию и начать глобальное снижение по крайней мере я думаю что как метки 1200 мы должны спуститься и когда здесь будет у нас что здесь тогда будет треугольник похоже это вот так скорее всего в район 1200 пойдем просто 1207 профит затем отсюда будет если это у нас треугольник да сделано сделаем волну д сделаем волну е сделаем голову плечи и отсюда мы пойдем на 744 куда-нибудь туда тогда стопы в данном случае так недели у нас циклы нисходящие и нисходящие 1319 ближайшие сопротивления за 1320 на 1340 туда поставить стопик я уже без убытки поэтому проще при этом числа график паттерн бычий если со стопом на 1335 с профитом на 1207-1210 я думаю что так идет правильней по золоту 1400 да вот по моему по золоту мы уже что-то закончили по времени здесь получается если по составу здесь тоже в принципе получается и бисей и в данном случае у нас тоже есть и бисей по циклам у нас тоже время уже закончилось соответственно я думаю что 1400 мы не увидим здесь была новая плечи мелкая то скорее всего здесь уже все завершили окей ну что же коллеги благодарю всех за внимание желаю всем хорошей торговли и до новых встреч и до новых встреч и до новых встреч уже до новых встреч уже �로